Всем привет! Привет! Мы сейчас пройдем прямой эфир, покажем вам новиночки, которые у нас есть к Новому году и Рождеству. Сейчас пока все соберутся, пару минут мы вам покажем, где мы тут обитаем. Мы здесь втроем, это Юля, это Марина, я Алла. Сейчас пока покажем вам в офис. Марина, ну переключись. Здесь мы обитаем, это наша, покажи девочку, Алена. Она заведует тем, чтобы все ваши посылочки вовремя приходили к вам. Если что-то не так, она быстренько разруливает эти ситуации. Пойдемте дальше. Здесь у нас люди в отпуске. Дальше вот наши коллеги Ира. И еще одна Ира, это из ранок Комьюа, наши коллеги. Это девочки наши операторы. Они вам звонят, принимают заказики. Они сейчас вот все в работе. Ну все, пойдемте быстренько дальше. К месту, где мы будем рассказывать вам и показывать. Меня слышно хотя бы? Поставьте плюсики, пожалуйста. Если не слышно, то говорите. Пишите. Вот, это наш офис. Такое коридорное помещение. Мы здесь иногда фотографируем для вас красоту. У нас такое вот тут все красивое и зелененькое. Картина. Художник нарисовал. Так, дальше идем. У нас что там дальше? У нас слышно. Слышно? Все хорошо? Да. Отлично. Марина, может тебе ручку дать, чтобы не упала? Да. Если ты за мной. Ну, я не знаю. Ну, мы идем, идем. Там уже много присоединилось людей. Мы все желающие, надеюсь, успеем собрать. У нас сквозь, а у меня пропал в интернете. 30. У меня еще есть. Так, идем, быстренько идем. Это наш коридор. У нас тут стоят разные развлечения. Вот там вот стоит футбол на столь. Мы сейчас к нему подойдем. Иногда играем здесь. Вон там Марина покажет футбол. Иногда проигрываем, а иногда выигрываем. Все ваши вопросы, которые по ходу дела будут у вас возникать, вы можете писать в комментариях. Девочка игра и она читает, когда мы закончим. Ну, или по ходу дела. Сейчас мы сделаем с цветковую атмосферу. Ой, потухла. Все, отлично. Мы готовы. Первое, про что мы расскажем, это будет наш адвент набор. Адвент календарь. Он состоит вот из этих вот всех позиций. Стоит 500 гривен у нас на сайте. Можете его заказать. Еще время есть. К первому числу должны стартовать. Смотрите, здесь входит у нас сам непосредственно набор. Вот здесь декабрь, числа декабря. Здесь есть такой небольшой кармашек, куда вы ложите задания для малышей. Вот задания. Они все здесь на разную тематику. Сделать какую-то поделку. Что-нибудь сделать. Поиграть, допустим, с чем-то. Или какую-то, не знаю, почитать книжечку, сказку. Здесь также есть наклеечки, которыми вы заклеиваете прошедшие уже сделанные дни и задания. Также есть письмо Деду Морозу, которое можно с малышом написать и отправить куда-то там в Лапландию. Или куда еще. Вот такое письмо. Здесь заполняется пожелание для малышей. И конвертик можно склеить и все непосредственно отправить. Ну или в морозилку, кто как делает. В нем морозилку вложили. Вот. Это первое, что входит в этот набор. Это адвент, вот такой календарь. Дальше здесь идет витражи. Можно делать вот такие вот поделки с малышом. Там специальные краски. Что там еще? Трафаретики, фломастеры. И все инструкция, все, что делать нужно. Там, значит, здесь идет открытка елочка. Вот такой тоже малыш может сделать. Украсить. Здесь поздравление. И может кому-то подарить. Бабушке, дедушке, не знаю, папке, маме, сестричке. Вот такая открыточка будет. Следующая у нас идет, это в этом же наборе птички кормушка. Кормушка для птичек. Вот, давайте я открою, покажу. Вот она есть. Ой, нет. Мы уже, наверное, ее сделали. Это вот такая вот кормушка будет. Ее нужно раскрасить. И она из непромокаемого материала можно повесить на дерево и кормить птичек всю зиму. Дальше у нас идет в наборе маски. Вот такие малыш делает сам. Потом новогодние елочки. Это здесь инструкции непосредственно. Они разные. Тут можно, допустим, из фетра сделать. Ну, фетра не прилагается, написана сама инструкция. Из бумаги. Из бумаги тут даже есть вот такие вот вырезать елочки. Разные новогодние елочки. Потом новогодние игрушки. Тоже по такому же клану идут. Вот такие вот заготовки, которые нужно склеить. Повесить можно на веревочку. Вот еще дополнительные элементы для украшения, чтобы их приклеивать. Мне говорят, что я... Тут еще есть стишок небольшой. Следующее это новогодние снежинки. Снежинки тоже из бумаги. Разные инструкции по выполнению техник снежинок. И также непосредственно есть сами заготовки из бумаги. Следующее у нас идет новогодние пропорции. И это на украинском, на русском новогодние флажки. Вот такие тоже заготовки. Флажки мы уже делали. Вот, Марина, покажи, пожалуйста. Плохо видно. Плохо видно? Ну, лучше не будет. Интернет плохой? Наверное. Вот такие вот флажки мы делали. Это вот этой вот книжечки. Есть заготовка, есть элемент, который нужно приклеить для украшения. И вот повесили вот на такую веревочку. Она у нас висит весь Новый год в офисе. Так, следующее, что у нас? Оля пишет. Видно? Следующее у нас идет книжечка «Новогодние сказки». Вот такие тоже можно почитать с ребеночком стишки, сказки на ночь с чашечкой кукао. Вот такие красивые очень. Так, последние, нет, не последние. Предпоследние у нас идет вот такие снежинки. Тоже мы вешали себе в офисе это украшать. Они с глиттером идут небольшие, как на картоне и на двустороннем скотче. Они односторонние. То есть это нужно на стену повесить, нужно на комнату украсить подъезд, окошко. И также звездная позиция в этом наборе у нас это книга «Лускунчик», подарочное издание «Щелкунчик» Гофмана. Очень красивая. Вот такие красивые иллюстрации идут. Бнаменитая сказка очень. Красочная. Такая книжечка будет не один год радовать ребенка. Можно пока мама читает с папой, потом он уже когда научится в лицах читать, тренироваться. Вот очень красивые иллюстрации. «Лускунчик». Это последняя позиция в наборе. И в подарок вы получаете вот такую вот елочку в кристаллах, чтобы вырастить. Научный набор. Там специально все есть инструкция непосредственно. И вы сможете такое себе вырастить, наборичную красоту. Следующее, что у вас? Новогодние книжечки. Скрашиваю цену такого набора. Цена набора 500 грин. Вот этого всего, что я показала. Вот эти вот, сколько не помню, там позиции. Эти флажки, книга, кормушка. Витражи. Витражи. Куча поделок. Да, очень много поделок. Сам календарь. Все это стоит 500 гривен. Можно заказать у нас на сайте. Так, следующее у нас это книги. Мы собрались здесь ради книг непосредственно. Вот. Первая это такая Вимельбух. Для малышей, ну такой годиков от четырех, наверное. Когда он умеет считать, трех-четырех. Де Санта. Эта книжечка на украинском языке идет. Сюжет в том, что Санта со своими эльфами весь год готовился к Новому году. Но за четыре дня до Нового года эльфы куда-то пропали. И он отправляется на их поиски. Вот это эльфы. У них каждого есть имя. И задание состоит в том, что на каждом развороте нужно найти эльфов. И самого Санта-Клауса. То есть вот такие множества деталей. Маленьких, мелких. Они у вас сначала попадают в заснеженное село. Можно переворачить? Угу. Потом они отправляются в зоопарк. Ну, им захотелось попутешествовать, наверное. Потом где-то на новогоднем ярмарке. На пляже. Покупаться тоже логично зимой. Альпийская деревня на лыжах катаются. Вот на каждой стеночке нужно найти Дедов Морозов. Тут, конечно, их много. Но нам надо найти конкретного. Вот такая вот книжечка Вим Мельбу. В театр они сходили. В конце сказки оказывается, что эльфы никуда не исчезали. Они просто готовили сюрприз для своего Деда Мороза. Собирали большую компанию друзей. И вот на каждой страничке есть задание, что нужно найти и вписать. Ответы? Ответов нет. А, и ответы тоже есть. Вот такая книжечка. Спрашивают цену Де Санта. Цена Де Санта – это 199 грн. 90 копеек. И спрашивают еще насчет адвент-набора. Можно ли купить его по отдельности? По отдельности там самого адвент-календаря нет. Книжка есть по отдельности. Можно купить кормушку. Можно купить это в отдельности. И поделки. Следующая у нас книга, которую нужно прочитать ко дню Святого Николая. Праздник Николая уже совсем скоро. Осталось буквально чуть-чуть. Это у нас такой хит-продаж. В прошлом году очень много продалось этих книг. Они у нас были на русском языке, на украинском. В этом году есть только на украинском языке. Вот такая книжечка. Она красочная. Здесь рассказывается непосредственно про возникновение, историю этого праздника. Про Николая. Дальше там будут идти различные стишки. Ну там песенки, которые можно спеть. Вот песенки ко дню Николая. Потом стишки разных авторов, тоже посвященные этому празднику. Также есть история, что нужно написать письмо. А, подготовиться еще, приготовить такие сапожки, чтобы тебе Николай принес подарочек. Ну, не обязательно такие сапожки, но... Дальше идет письмо можно написать. Вот ребеночек пишет письмо, что нужно попросить, что ты хочешь. И отправить его к Николаю. И сдать подарочек. Очень такая добрая, красивая, красочная книга. Я думаю, деткам понравится. Спрашиваю. Цена книги 134 гривны 90 копеек. Так, следующее у нас это «Оскверис-2». Это у нас сейчас будет серия книжечек, посвященных Рождеству, потому что это следующий праздник после... Начинается Николая, рождественские праздники, и следующий идет Рождество. Католическое. Тоже такое вот красочное, красивое здание, посвященное этому празднику, возникновению. Разные сказки здесь, на эту тематику. Цена такой книжечки 149 гривен 90 копеек. Можно заказать у нас на сайте. Вот. Следующая. Ой, это очень красивая книга. Она мне очень нравится. Это такая любовь. Вот. Это необычная книжка, тоже посвященная Рождеству, но не только разным праздникам. Фишка книги или ее особенности, изюминка в том, что она как панорамка на первой страничке. Вот такая вот очень красивая. Как там тебе показать, чтобы было удобно. Вот такая вот красивая панорамка. И дальше здесь рассказывается про каждый праздник новогодний. Вот. Сначала начинается про Николая, потом Рождество. И все, что... Ну, небольшая, краткая справка о празднике. И, допустим, если это Рождество, это какие-то калятки, щедривки. Вот. Все, что нужно делать в этот праздник. Очень красивая. Старый Новый год, после Нового года идет потом. Вот. Ну, все вот эти праздники заканчиваются в водохрещи, по-моему. Да? Да. Заканчиваются в водохрещи. Цена такой книги 149,90. Очень красивая. Думаю, она понравится. Страница картонная. Страница, да. Страница картонная. Плотный картон. Вот это вот тоже все из картона. С странички картонные. А звучит еще раз цена. Цена 149,90. Она у нас есть в красной обложке. Вот здесь вот красная. А есть такая же книга. Содержание полностью идентичное, но обложка здесь синяя, как Зорин и Небул. Такая синяя. Следующая это Рождественская каша. Книга. Тоже очень интересная история про гномов, семью гномов. Была такая традиция, что канун Рождества люди должны гномам подносить тарелку каши. Но с течением времени эта традиция забылась. И люди не стали этого делать, а гномы все ждали и ждали. И вот есть семья гномов живет, здесь мама, папа, не помню, сколько деток, два, по-моему, до ребенка, гномиков, они уже который год не получают эту Рождественскую кашу, и мама, чтобы папа не злился, она ему как бы крадет эту кашу каждый год. Потому что если гном разозлиться, то целый год будут у людей в доме происходить какие-то несчастья, а мама не хочет, чтобы это происходило. И вот в очередной святый вечер, когда люди все веселятся, мама с своей дочкой, гномихой, я не знаю, как правильно, она идет опять же на это преступление и пытается украсть кашу новогоднюю для своего папы, чтобы он не разозлился, чтобы люди жили весь год хорошо. Но в какой-то момент что-то идет не так, они благополучно украли кашу, но забыли про масло. Оказывается, что в каше должно быть обязательно на рождественское масло. И когда они вернулись за вот этим вот маслом, их увидела девочка. Девочка вот здесь она их увидела. А существует такое поверье, что если гнома увидела девочка, то что-то теряет свои волшебные способности. теряет свои волшебные способности. Очень такая интересная книжечка, красивая, цена, у нее 269,90. Спрашиваю, эта книга есть только на русском языке. Еще поступил вопрос, сохраним ли мы эфир. Будем стараться. Будем стараться, у нас что-то в прошлый раз пошло не так, не было кнопочки сохранить эфир. Надеемся, что в этот раз все будет хорошо. Но если что, мы его запишем на ютуб, вы сможете его посмотреть. Следующий у нас идет, у меня здесь небольшая шпакалка, волшебство на Рождество. Это с иллюстрациями очень неизвестного художника Тони Вульфа. Книжечка. Сюжет книги «Живет маленький кролик». И он обнаруживает, что когда настала зима, все его друзья уснули, спали в спячку. И мама, чтобы он не грустил, дарит ему книжечку, в которой собраны очень много разных рождественских историй. И он читает эти истории, ему не скучно ждать пробуждения своих друзей после спячки зимы. Очень красивые иллюстрации, добрый этот кролик. Книжечка будет подарком отличным. Может быть для Кристины, даже тут есть элементы вемельвуха. Видите, маленькие детальки, которые можно очень долго рассматривать с малышом. Цена книжечки 289,90 золотое тиснение, твердая обложка, мелованная бумага. Задает вопрос, будет ли черная пятница у нас на сайте? Будет, мы готовим, следите за нашими анонсами. Следующая книга это тоже посвященная Рождеству, наша тематика Рождество, что случилось на Рождество. Жил-был маленький ослик, он жил в хлеву с мамой, она его постоянно грела своим телом, и вот однажды он рассказывала ему историю о том, что в Вифлееме маленького Иисуса Христа ослики грели своим дыханием. И вот однажды он просыпается, мамы рядом нет. Он очень расстроен и к нему залетает вот там где он спал, то ли мальчик, то ли девочка, это ангелочек и говорит, что пойдем же я покажу где твоя мама, она в Вифлееме греет поста. Вот они собираются все вместе и идут на поиски мамы ослика. По дороге они встречают очень много разных людей, каких-то то пекаря, то бабушку с внучкой и они все когда узнают куда они идут, что это в Вифлеем, они все говорят мы пойдем с вами. И также пастуха встречают с овцами. И вот всей этой большой дружной компанией идут искать маму. В конце книги они конечно же ее находят. Вот маленький Иисус, мама ослика, она его греет своим дыханием. Ослик очень обрадовался, когда нашел маму. И в конце вот они радостно спят, можно сказать. Цена книги 169,90. Твердая обложка, а все плотные. Так, следующая Бэль Шерезбол. Тоже книга посвященная этому чудесному сказочному празднику. Истории посвященной Рождеству. Вот тоже. Очень красивая, красочная. книжечка. Цена этой книжечки 89,90. Следующая у нас уже Рождество закончилось, следующий у нас праздник Новый Год. Книга Потерялся Новый Год. Книга рассказывает историю маленькой девочки Маруси. Маруси. Девочка Маруси, которая отправляется на поиски, встречает вот такого коня в пальто и отправляется на поиски Нового Года. Ее мама не чтобы выгналась дома, она сказала не мешайся, потому что я готовлюсь к празднику, накрываю стол. И она пошла на улицу, такая немного расстроенная, встретила этого коня в пальто и пошли искать праздник Новый Год. Марина сказала лучше, она очень хорошая книжка, очень нравится, тем более, что дочку мою зовут тоже Маша, и читая ее, мы узнавали ее в каждой строчке. очень интересная книга, цена у нее 159,90 Следующая книга все о Деда Морозовке Андрею Сачеву, вот такое большое издание, здесь про деревню Деда Мороза, в которой он живет вместе со своей внучкой Снегурочкой и в какой-то момент ему становится скучно и он вылепливает себе снеговичков Вот они вылепливают себе разных снеговичков и они все вместе живут в этой деревне тут разные приключения с ними случаются они ходят в школу они прокальничают Какой макияж 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 это паршерис 2 сейчас я вам скажу страницу пронумерован 39 40 44 странички примерно это Деда Морозовка вот они в этой деревне живут вместе со снеговиками ходят в школу учатся вот такие небольшие истории разделены на главы и каждая глава посвящена одному какому-то событию очень тоже веселая вы читали тоже да Марина эту книжку мамочки рекомендуют да рассказывает о жизни Деда Мороза в те дни когда он не развозит подарки у нас даже знать чем занимается Дед Мороз конечно книга стоит 339 90 следующая книга это тоже житчата про годы Санта Клауса автор волшебник Оз Бау здесь тоже рассказывается о детстве Санта Клауса о его юности и как он нашел до того что стал Санта Клаусом можно сказать 332 страницы на толстую достаточно много читать можно даже не за один год в следующем году здесь в этой книге Санта Клауса Житчата Прогода он на украинском языке идет рассказывает про Санта Клауса откуда взялась у него также упряжка с олеями очень красивое издание цена книги 74,90 смешная цена как по мне 3 чашки кофе но удовольствия очень много так следующая у нас ой это спрашивают сокращений вот эта книга про Санта Клаус по-моему нет нет сокращений следующая книга это такая любовь она настолько милая что не хочется никому отдавать но если вы ее купите мы вам ее пришлем это история кролячьи истории она оформлена под новогоднюю тематику обложка у нее но по сути здесь собраны кролячьи истории у нас они были в продаже маленькие такие тоненькие книги а здесь они собраны все вместе в одно большое красивое здание маленькие кролики тоже жизнь сильных кроликов много разных историй как они переехали в новый дом очень красиво невероятно просто красивые иллюстрации вот эти прорисованные кролики они вообще очень милые красивое здание бумага милованная много много историй есть оглавление вначале это все истории которые у нас были в отдельных книжечках здесь они собраны все вместе тут также есть история про новый год про рождество как они проводили рождество цена книжечки 229 гривен 90 копеек есть вопросы спрашивают цены на эту книжку 229 90 спрашивают есть ли она на русском на русском нету в украинском языке только и спрашивают тут еще есть вопрос есть ли книжечки для двух лет новогодней тематики больше картинок и меньше слов есть у нас про рождество есть книжечка у нас с собой сейчас здесь нет скажи мы проведем еще один эфир расскажем вам еще потому что это не все что у нас есть новогоднее через пару дней проведем еще эфир расскажем все что у нас осталось сейчас неосмотренным у нас есть для малышей про Николая тоже картонная иллюстрация вы можете посмотреть это все в рубрике спецпредложения у нас на сайте там все собрано новогоднее девушка хочет заказать но я думаю будет целесообразно направить ее в директ да вы можете в директе все что вы хотите заказать написать в директ и мы примем заказ или можете насформить на сайте тем более что вы досмотрели до конца у нас для вас вот такой сюрприз это скидка 10% дается на детскую литературу также на эти книги вы можете получить при оформлении заказа на сайте в корзине вводите промокод сантова как здесь написано кириллицей и получаете скидку 10% скидка действует сегодня и завтра спрашивают еще будет ли обзор на инкхана рождественская ночь рождественская ночь я не помню возможно она у нас закончилась нужно посмотреть но если она есть то конечно в следующий раз мы про нее расскажем покажем детально и еще хотела показать вот такой вот хэштег марина покажи пожалуйста это под этим хэштегом у нас собрано все что посвящено новому году все новогодние книги вы можете на него клацнуть и у вас будет подборочка всего что у нас есть чтобы не листать нашу историю сообщение спасибо вам что послушали нас посмотрели не забывайте про промокод еще раз покажи сделайте заказики с радостью вам их отправим на адвент набор еще есть время стартует адвент 1 декабря может если вы сегодня завтра закажете то успейте все получите и будете радоваться празднику при движении нового года в общем спасибо вам большое всего доброго пока если какие-то вопросы в директ можете еще писать больше нет вопросов нет все пока пока пока